Доброе утро, дорогие ребятки! Добро пожаловать ко мне на мой канал! Ребят, сегодня мы начинаем влог. Я хочу начать... Вообще, почему я такая при параде? Я сейчас поеду встречаться со своей мамулей, мы пойдем с ней походим по магазинам. Она хочет себе карандаш для бровей выбрать, там кое-что выбрать. Я, конечно же, еду с ней. Она говорит, приезжай, кофе попьем, пока мальчишки в школе, Илюшка в школе, Темка в садике. Из-за этого, девчонки, я при параде. Утром я уже сбегала. Пришел, наконец-то, Фаберлик. Как я и говорила, девочки, вот такая вот водолазочка, вот такого голубенького цвета. Но скажу так, если у вас есть изъяны какие-то, ну вот, да, на теле, то, конечно, лучше не покупать ее, этого цвета. Там есть еще коричневая, очень красивая. В следующий раз я закажу себе коричневую. У меня вот такая голубая, есть синяя. Я в каком-то из роликов вам показывала. Они около 700 чем-то рублей, но сам трикотаж такой легенький, хороший, вот под пиджачок сейчас, знаете, и цвет такой приятный, мне кажется, голубенький. Вот. Это, значит, Фаберлик. Ребят, еще я в Фаберлик заказала вот такую кофточку, но она дороже. Она идет где-то полторы, по-моему, тысячи. Это трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщин. Ну, тут, видите, тут идет 80% вискоза все-таки, но взяла вот такой черный свитерок, видите. Он приятный, кстати, к телу, несмотря на то, что тут вискоза. На рукавах вот такие вот манжетики прикольные. Смотрится этот свитер, кстати, очень даже, ну, так, знаете, респектабельно. В принципе, я обмерила с киотами со своими. Мне понравилось. Горлышко тоже хорошее. Ну, вот сейчас похолодает чуть-чуть. В принципе, свитер будет в тему. Я буду его носить. В принципе, хороший. Так, дальше, ребят. Взяла у них новая линейка сейчас. Вот такая гель для душа. Скраб для тела. Это я все взяла для мамы. Сейчас повезу ей подарки. Масло для рук. Маме взяла. Девочки, взяла ей вот такой какой-то фитокрем. Клюква. Тонус и энергия дневной взяла вот такой крем. И взяла ей новые какие-то духи. Я их на Фаберлик еще не нюхала. Давайте с вами вместе откроем. И я вам... Вот такие вот. Бамбук нарисованы. Называются они, по-моему, что-то с бамбуком связанное. Давайте сейчас открою. И мы с вами понюхаем. Так, ребят, вот такие. Вот такой вот флакончик. Ой, а пахнут, кстати... Ой, что-то они мне напоминают мою молодость. Ребят, чем же они пахнут? А пахнут очень приятно. Правда, очень приятные духи. Блин, как же это называется? Ну, я сейчас... Девочки, у меня такие в молодости. Я помню, что такой запах аромат был. Очень приятный запах. Очень приятный. Такой, знаете, вот легенький, сладенький. Но не сильно сладкий. Не жадор. Такие прям... Очень такой шлейф будет. Вот молодежный какой-то, летний такой вот. Ну, классные, кстати, духи. Мне этот запах очень понравился. Называется бамбуй или бамбук. Не знаю. Бамбуй или бамбук. Девчонки, короче, прикольные духи. Повезу маме, пусть порадуются. Вот, она уже вот... Я с вами болтаю. Она уже пишет, что она выходит. Я сейчас тоже буду вызывать машинку и поеду навстречу. Так что возьму вас с собой. Хочу тоже взять для бровей карандаш. Закончился. Что-то я еще хотела. Ну, по ходу дела возьму вас и посмотрим, что мы будем покупать. Так что оставайтесь со мной. Ссылочка на Фаберлик внизу. Если кто еще не знает, я там есть. Присоединяйтесь к нам. Если что-то вам нравится, покупайте, конечно, внизу. Ссылка в описании. Так что, девчонки, поехали. Померила эти момы, но они на мне не как момы, а какие-то в обтяжку. Серые. Так хочу себе серые джинсы. Что-то как-то не айс. Вот так цвет прикольный. Классный цвет, конечно. Но, девочки, я люблю другой фасон. А майка вот эта, мишка, стоит. Сейчас я вам скажу. Вот столько. Но джинсы цвет офигенный. Я хочу такие вот. Большие, видите, висят. Вообще. Я их, кстати, покупала. Они были на мне впритык. Прям вот, знаете, прям вот-вот. Представляете, еще, оказывается, я худею. Я даже не думала. Короче, я в Остине. Ничего толком не нашла. Иду маму встречать. Эти красивые. Нет, у меня другие. Но эти красивые. Две сто еще. А две сто сколько? Четыре штуки, интересно? Или шесть? Кстати, дешевле его входит. Две сто шесть штук. Да? Да. Мам, поздоровайся. По машиночкам. У меня получается 600 рублей бокал получается. Тут вообще у них все такое прикольное. Мам, смотри, сколько градусов показывает. Тридцать. Тридцать. Жара. Мамулька моя боится. Ходит в маске девочки. Потому что у нас сейчас вся Москва здесь. Очень много отдыхающих. Я вчера с девочкой разговаривала. Говорит, забитые. У них там точка на набережной. У этой, у Ле... Как ее? Зоина мама как? Она говорит, людей полно. Представь. Все гостиницы забиты. Девчонки, мы с мамой в ресторанчик влюстили посидеть. Сейчас будем кушать роллы. Она в новом платье, красотка моя. Девчонки сидим с мамой. Мама мне говорит, Оля, хватит худеть, да, мам? Говорит, ты че? Представляете, ты какая-то прям как болезненная. Маме говорю, ну еще пять килограмм. Она говорит, ты че, с ума сошла? Мамы, они такие, да? Здорово, да, мамуль, посидеть с доченькой? Девочки, у нас тут движуха вообще. Везде люди гуляют, пальмы. И мы будем кушать роллы. Роллы наши любимые. Мама тоже у меня любит роллы. Какой вкусный. Вкусный, вкусный. Куда? Спасибо. Ну что, мы с тобой осилим, сколько роллов в мамке? Мы наелись и решили пойти на рынок. Купить мандаришек, апельсишек. Красиво. Я бы еще раз позвонить. Красиво. Красиво. Столько всяких специй. А тут смотри, сколько корзинок всяких. Красиво. Шампура. Где-то вот тут был тортик. Какие красивые. Это прям домашний, что ли, цветы, мам? Мы идем мимо ларечков, девочки. Раньше когда-то мы здесь отоваривались. Помнишь, мам? Интересно, кто-нибудь его себе. Какие, кстати, пуховики прикольные. Ой, какой модный. Заходите. А вот 30. Ну, мам, ну, как-то не... А ну, покажи. Ничего лишнего. Вот на Манекине 35. Ужас. Это такие цены. Это что? Это Турция такая дорогая? Турция, итальянская линия, Албания. У меня мамулька уже уехала. Отпроводила ее. Девчонки, сижу, жду такси. Купили мы с ней мандаринок всяких. Ой, как солнце светит сильно. Сейчас поеду. Как раз успею. Илюшка со школы придет. Так, девчонки, приехала уже домой. Кстати, забыла там, когда мама мерила плащик. Забыла сказать. Мы мимо аж проходили. Я говорю, ну зайди. Мы, короче, мама у меня носит 58-60 размер. Я помните, вам всегда говорила, что эти размеры вообще дорогие. И мы же вот это заглянули. И вот это черное пальто, которое я намерила. Девочки, 35 тысяч. Я не знаю, откуда они такие цены берут. Это вообще жесть. А я недавно лазила на Валберис и нашла маме классную жилетку. Такую длинную она хочет, знаете. И она была 7 с чем-то. 7 с чем-то. Она была 17 сейчас типа по акции. И я говорю, мам, мы с тобой еще, говорю, вот это думали, что какая дорогая жилетка за 7 тысяч. Девчонки, потому что большой размер всегда стоит дорого. Но 35 для ларька, который находится на рынке, это, конечно, вообще жесть. Но у нас такие цены ставят. Я не знаю, кто, правда, покупает такое. Так, девчонки, хочу тебе показать. Мы с мамой зашли в Ривгош. Мамулька мне подарила карандашик. Это Никс. Никс, вот этот карандаш мне очень нравится. Он для бровей офигенный. Карандаш мама себе взяла. Я, знаете, какой взяла? Сейчас скажу в оттенке в каком. П03. Он классный карандаш. Именно для бровей буду красить. И я, наконец-то, взяла себе вот эти очки. Я давно их хотела. Они сейчас по акции в этом. Они, знаете, какие? Их кладешь в холодильник. Вот. А потом одеваешь. Видите, вот с такими массажными шариками. Они охлаждаются. И их даже можно в микроволновку, ребят. Вот так, на глаза. И на глаза вот так одеваете. И это будет очень круто. У меня такие были. Помните, раньше такие продавали? Я еще одни взяла, потому что акции. Я поставлю сейчас их в холодильник. На ночь буду глаза свои успокаивать. Тут, видите, такие шарики. Они охлаждаются. Их еще можно в микроволновку класть. Так что буду кульфовать, как говорится, с этой маской. Сейчас ее положу сразу в холодильник. Так, что я еще взяла? В принципе, ничего. Мы зашли на рынок. Я взяла веточку винограда мальчишкам. Вот такого, какого-то вкусного. Кишмиша. И взяла мандарины. Девочки, у меня Тема обожает мандарины. Они, правда, еще зеленые, но он любит. Очень любит. Ну, я думаю, пусть есть. Ест все равно витамин. Но девушка говорит, что они грузинские. Не знаю, правда, есть ли сейчас еще мандарины. Я особо не верю. Честно говоря, в Абхазии точно еще мандарин нет. Вот. Ну, говорит, что вроде есть. Ну, раз говорит, наверное, есть, не знаю. А, еще взяла, мы с мамой зашли, у нас там есть на рынке такой лоточек. Там продают тортики. Девочки, взяла вот такой маленький кусочек. Ну, как маленький, мальчишкам. Мы, когда были у Лены, помните, вот в гостях, мальчишки ели, она спекла медовик. Я увидела свежие, я знаю, что там вкусные тортики, такие домашние. И вот им взяла медовичок. Вечером придут чаечек будут, чаебничать, мальчишечки мои. Макс, кстати, меня встретил. Сейчас шел, мы встретились, он с моря шел. Говорит, море вообще обалденное. Говорит, теплое-притеплое. И штиль. Дельфины, говорит, прямо около моря, ну, около этого, берега плавают. Короче, меня прямо этот, заинтриговал. Я говорю, надо было мне тоже с тобой на море пойти. Сейчас поставлю чай. Я после, съела роллы, девочки, хочу прям чай. Я после роллов всегда хочу пить. Сейчас съем мандаринку и чайка попью. Илюш, что ты получила? Мы пришли на почту. Тут очередь. Я просто не перестаю восхищаться нашей почтой, девочки. Я выстояла просто сумасшедшую очередь. Сейчас пойдем домой. Примерочка будет. Вещи заказывала для себя. Для моего муженечка, любимого. Он уже меня заждался. Сидит, ждет. Илюшку забрали со школы. Сейчас пойдем, наверное, Макс. Давай на рынок зайдем. Я картошки хочу взять и лука. И Темку заберем. Вы будете переоденетьесь. Будете гулять, мои сладкие. А мама будет мерить вещички. Я на самокате. На самокате. Я на самокате был или нет? Я без самоката был. Ты без самоката? Да. Ты мой сладкий красавчик. Что? Поздоровай. Что такое? Тортик, медовичок. Ты же хотел, помнишь? Какое. Зайка, а ты помахал девочкам? Медовый тортик. Я купила. Пойдем чай пить? Папу догонять? Так, ну что, ребятки. Я уже дома. Всех быстро накормила. Отправила их гулять. Говорю, идите, гуляйте. Я сейчас своим девчонкам сниму обзор посылки, которая мне пришла. Ребят, эта посылка пришла с сайта Нью Чик. Сейчас включу побольше свет. Я давным-давно мечтала о такой красивой пижаме. Я сейчас буду, как женщина такая, знаете, в дорогих домах Парижа. Буду делать маски в ванне вот в этой шелковой красивой пижаме. Девчонки, ну я безумно довольна. Я выбирала долго цвет. Качество обалденное. Очень хорошего пошива. Все пошито отлично. Это у меня 50-й размер. Но я скажу 48-50 этот размер я заказала. Отлично она на мне села. Штаны по размеру прям вот идеально подходят. Мне хочется не просто дома ходить в этой пижаме, а куда-нибудь на собрание к Илюшке. Но я шучу, конечно. Девчонки, качество обалденное. Ссылки на сайт Нью Чик я оставлю в описании. Покажу все, что пришло сегодня. Смотрите, какая она красивая. Смотрите, девочки. Ну шикарная пижама. Смотрите. Красота. Просто красота. Очень мне нравится. Сзади, посмотрите. Все идеально. Просто. Нужны, знаете, такие тапочки, знаете, с этими, с перьями. Будет вообще шик. Тапочки, кстати, я тоже на Нью Чик заказала, но посылка будет следующая, уже с тапочками. И к этой пижамке у меня будут розовые тапочки. Так что пижамка вот такая вот красивая. Я безумно довольна, честно. Сейчас померю вам еще. Заказала кофту, платье. Давайте не буду рассказывать, а примерю и посмотрите. Следующее, что я взяла, я взяла вот такое платье. Это размер 48-50 тоже, ребят. Мне, я хотела, вообще, к чему я заказывала это платье? Я его заказывала еще с сапогами-казаками. Но сапоги не пришли в этот раз. Они придут следующей посылкой. Они такие коричневого цвета, эти казаки. Девчонки, вы увидите в следующем заказе. И я это платье специально к этим казакам заказывала. Но, к сожалению, не успела прийти вся посылка. Показываю вам первую часть. Но я вам скажу, с моими крутыми ботинками смотрится совершенно не хуже. Покажу. Девочки, смотрите, как клево. Вот такое оно коротенькое, видите? И мои ботиносы. Мне кажется, очень круто смотрится. Платье именно оно вот здесь идет, как разлетайка, видите? Ну, это такой фасон модный. Вот. И ботинки. Ну, конечно же, так я не одену. У нас в Сочи не поймут. Может быть, в другом бы городе, да и поняли. Многие просто так носят эти ботинки. Но я вам показываю. Но казаки, они будут намного круче смотреться. Короче говоря, платье тоже хорошее. Конечно, ткань тоненькая, совсем тонюсенькая. Но смотрится прикольно. Мне нравится. Я представляла это еще с косухой. Давайте померяем. Моя косуха, конечно, мне большая. Но, тем не менее. Девочки, показывать буду весь, как я мечтала. Вообще, я мечтала еще коричневую косуху себе. Но это так. Так, вот так. Вот. Как вам такой образ? Мне нравится. Вот так вот. Ну, куртка, конечно, стала мне очень большая. Ну, как? Она такая прям. И знаете, что мне нравится? Сейчас эту куртку можно круто одевать под теплые костюмы спортивные. Она будет уже не впритык. Но с сайта New Cheek мне пришел еще полувик. Такой. Сейчас вам покажу. Пришла вот такая кофта. Вот такой вязки модной. С такими модными рукавчиками. Смотрите, какие рукава. Видите? Модные. Но, честно говоря, не знаю. Вот по этой кофте я не знаю. Такие модные рукавчики. Я, честно говоря, эту кофту в другом цвете заказывала. Вот. Но пришел вот такой желтоватый цвет. Девочки. Ну, как вам кофточка? Такая вот. Такая кофтюля. Не знаю. Ну, кофта, честно говоря, не особо мне нравится. Или не знаю. Или ее с чем-то другим я буду одевать. Я эту кофту, может быть, с джинсами одену. И какую-нибудь сюда бодик. Будет тоже прикольно, мне кажется. Ну, вот такая кофта. Вот. Ребят, что пришло еще? Сейчас покажу. Максу заказала. Я Максу заказала вот такую хорошего качества. Пуховичок такой. Жилетку. Девочки, кстати, очень ему идет. Он, конечно же, не примерил. Но пуховик вообще обалденный. Максу очень хорошо. Он такого, знаете, фасона мужского прям. Все прошито. Все идеально прошито. Отличный пуховичок. Очень нам понравился. Жилетка такая, знаете, удутая. Короче, Максу очень хорошо. Жилетку тоже. Все ссылки оставлю вам под видео. Если вдруг там у них сейчас скидки хорошие. А еще, ребят, заказала вот такой рюкзачок. Но рюкзачок, честно говоря, видела его по-другому. Вот. Вот такой вот он коричневый, мужской такой рюкзак. Его, конечно... Его можно как рюкзак. Можно как сумку носить. Вот так. Видите? Я вообще хочу его использовать под ноутбук, как сумку. Вот такая вот сумка. Так что, ребят, вот такой вот заказ мне пришел. С сайта New Cheek. Так, девчонки, хотела вам что показать. Еще пришла вот такая шапка. Помните, я говорила? Бравл Старс. Вот такая вот. Теме пришла. Там она идет в размере 56 с чем-то, по-моему. 60 с чем? 56-62 или что-то такое. Ну, объем этот головы. И мне кажется, Темке она... Илюшке будет маленькая. Мы, Илюшке, сказали, что мы тебе купим что-нибудь другое. Чтобы он не расстраивался. Девочки, я уже все сейчас прибрала. Сейчас пойду сложу эти вещи. Хочу их перестирать чуть-чуть. И я их прогладила, пока одела. Знаете, но все равно я хочу постирать их. И буду этот... А что, сегодня я ничего не готовлю. Купила такой вкусный виноград. Местный какой-то наш. Очень сладкий. Киш-миш. Вот такой обалденный. Девочки, мандарины, кстати, тоже вкусные. Хотя я не верю, что они местные. Но вкусные. Очень вкусные мандаришки. Так что, вроде, вам все показала. Вот такая посылка пришла. Завтра у нас что? Как всегда, все как всегда. Кстати, девчонки очень много насоветовали мне витаминов для волос. Ну, честно говоря, я вчера купила себе этот... Алирану крем. Ой, крем. Этот шампунь купила. Буду записываться. Честно говоря, сейчас, как всегда, буду записываться. Когда я запишусь, я не знаю. Надо... Я хочу сначала к врачу сходить. Девчонки, прям сдать все анализы. Я знаю, что у меня в организме много витаминов не хватает. Это даже до диеты. Тут даже диета, наверное, ни при чем. У меня всю жизнь, когда начиналась осень, вот это витаминоз, знаете, у меня всю жизнь шелушится кожа, руки начинают сохнуть. Вот именно вот в этот, знаете, период времени. Зимой у меня тоже все сухое. Я кремами постоянно пользуюсь. Так что, я думаю, что грешить тут нужно только на, вот знаете, вот эти все осенние, да, вот это вот витаминная нехватка. Так что, ребят, буду проходить с врачами все эти дела и, конечно, буду налаживать свой этот эндокринный. Или как правильно сказать? Ну, вы поняли, все-таки надо пить. Я знаю, что много чего. Железа точно у меня нету. Кальций. Это все витамины. Откуда они у меня? У меня, как дети, знаете, грудь сосали по три года. Они с меня, как тогда, еще все высосали. До сих пор я, наверное, восстановиться не могу. Так что, девчонки, буду проходить все анализы. Хочу. Потому что мы всегда на себя забиваем, да. Думаем, что, ааа, когда только петух вот в одно место хлюнет, мы идем. Вот у меня точно всегда так. А надо о себе думать в первую очередь. Потому что, как моя мама сегодня нам сказала, мне еще детей растить. Правильно. Нужно думать о своем здоровье. Так что, девчонки, на сегодня все. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь. Дальше у нас много интересного. А на сегодня все. Не забываем ставить мне лайки. Потому что мне так приятно, мои девочки. Люблю вас всех. Пока-пока. Пока-пока.